Всем привет, ребятки, всем привет, девчатки. Сегодня с вами товарищ Букреев. И сегодня мы будем открывать два невероятно огромных сюрприз-боксов. Таких огромных у меня еще, честно, не было. И давайте покажу вам. Они настолько огромные, что... Ух, что не помечаются в кадр. What is going on inside their head? Я ходи, телефон, телефон. Я все еще здесь, друзья, я здесь. Два огромнейших просто сюрприз-бокса. Но боксы, друзья, у нас сегодня непростые, ребята. У нас сегодня сюрприз-боксы от государства, да. Бесплатные, ну как бесплатные, налоги, все дела, все эти вопросы. Но, в общем-то, выдаются эти боксы бесплатно. Государственные сюрприз-боксы. Что же это за боксы? Ребята, вот справа от меня украинский бэби-бокс. Он называется Пакунок Малюка. На русском это пакет малыша. Ну а слева у меня наше сокровище. Это российский сюрприз-бокс. Ну а точнее сказать, московский сюрприз-бокс для малыша. Так, вот такой украинский сюрприз-бокс Пакунок Малюка получает каждая мать-героиня в Украине. А я считаю, что мать-героиня это каждая мать, которая произвела на свет малыша. Так что каждая мать в Украине получает вот такой вот Пакунок Малюка прямо в роддоме. Точнее, получит не мать, а получит ребенок, да. Ну как бы на ребенка дается один Пакунок Малюка. На одного ребенка один. То есть если двойня, то два. Если тройня, то три. А если пять детей за Ростов, то дадут пять боксов. В Украине такое было, кстати. И коробочка, я вам скажу, реально здоровая. У нее вес 16,5 килограмм. Здоровая коробка. Так, ну и российский бокс, а точнее московский бокс «Наше сокровище», который, собственно, по инициативе Собянина. Приданное, приданное для младенцев. Я когда этого видел, было так смешно. Приданное, это чуть-чуть другое. Ну ладно. Почему я говорю московский? Потому что именно в таком содержании, да, этот бокс выдается только в Москве. Вообще в России есть национальная программа «Натуральная помощь». Она с таким же названием, но она финансируется из местных бюджетов. То есть в некоторых регионах подобные боксы вообще не выдают, а в некоторых выдают с содержанием как бы поскромнее. И есть у меня на этот счет тоже картиночка. То есть Москва, Пермь, Уфа, Самара и Ярославль. Мне больше всего понравилась Пермь. Пермь, опять. То есть у нас нету ни клеенки, ни подгузников, ни кремом, ни салфеток, ни термометра для воды, ни градусника. Но есть медаль. Но есть медаль. Я не знаю, конечно, что это за медаль. В нашем боксе ее нету. Кстати, почему-то в московском боксе медаль не завезли. То есть мы на нее посмотреть не смотрим, но это очень забавно смотрится, если честно. Ну, естественно, мы сегодня откроем и сравним два этих бокса. Это очень самая эпичная битва огромных боксов на моем канале. Это просто треш. Ну, ребят, прошу вас сходу поддержать этот видос лайком. Потому что я, как вы уже знаете, будущий молодой отец. И ваши лайки, это для меня очень важно. Это натуральная помощь Букрееву. Один лайк, один комментарий с каждого человека. Видос в топе. Много просмотров. Букрей стоит кайфует. Ребенку малышку покупает. Ребенок тоже кайфует. Короче, спасибо вам большое за поддержку. Надеюсь, 15 тысяч лайков соберем. Я думаю, мы сможем. Погнали. Так, ребят, сравнение. Думаю, нужно начинать с самого интересного. Этот бокс украинский обходится государству 180 евро. А этот бокс 260 евро. Действительно интересно сравнить наполнение. Потому что позиций здесь больше, здесь меньше. Может быть, здесь позиции какие-то подороже будут. Или что-то будет поприкольнее. В общем, для этого видосы снимаем. Так, украинский бокс банально выглядит побольше. И в нем действительно больше позиций. Давайте открывать, смотреть. Так, здесь у нас, кстати, идет перечисление всего-всего-всего, что у нас здесь находится в боксе. То есть, это акт приема-передачи. Кстати, а что я подумал? Что можно в конце видоса, по традиции, как мы это обычно делаем, проверить на все эти товары цены в интернете. То есть, я взял сам и все это покупал в розницу на интернет-сайтах разных площадках страны. И во сколько мне это обойдется. Интересно, кстати, очень даже. Я не знаю, как этот бокс разместить. Может быть, как-нибудь отодвинем его и будем доставать, смотреть, что внутри. Так, давайте быстренько смотреть, что у нас внутри. Во-первых, это похоже на полотенце. Похоже на полотенце. Да, это рушник махровый. То есть, собственно, махровое полотенце. Есть, хорошо. Это я могу даже использовать без младенца. Ничего странного не пропадет. Еще одно такое же полотенце, только в другой расцветке. Честно, хочу вам сразу сказать, что цвета, ну, как бы, вот этот еще куда не шло, но это как бы ярковато. Зелененькое можно было два одинаковых положить. Ну, ладно. Не страшно. Это на любителя, как бы, но я выражаю свое мнение. Дальше идем. Следующее, что я беру, это у нас одеяльце. Одеяльце, кстати, бавовна. Полина, бавовна это шо? Хлопок? Так, в составе написано, что это бавовна. Честно, на ощупь оно даже как будто с какой-то частью шерстинки. Мне, кстати, цвет нравится. В принципе, окей. Нормально. Детское одеяло. То есть, чем прикрыть младенца, уже будет. Так, я буду все подряд доставать. Следующее, что я здесь вижу, это, получается, вот такие карточки. Сегодня мы не один месяц, да? И с подписями. И я так понимаю, что эти карточки для фотографий. То есть, вы, типа, младенца кладете рядышком с этой карточкой. Фотографируйте, мне 4 месяца и так далее, да? Ставите здесь дату. Май же дурослый, 12 месяцев. То есть, ну, хорошо, это забавная штуковина. Это мило. Покунок маляты. И здесь еще парелик, да? То есть, я вот достал инструкцию. И здесь, так, здесь всякие разные забавные факты написано про покунок. Первый, это точно забавный. Что этот ящик используют как ящик для игрушек. Окей. А еще здесь то, что это может быть как кроватка для младенца. Вы такие, вы такие заходите домой. Там младенец такой прикрытый крышечкой. Такая вам же опасен. Плесбок, здорово лег. А там младенец лежит. Звучит, значит, младенец в коробке. Ладно, это мы дальше разберемся. Хорошо. Хорошо. Здесь еще вид народжения, дурок, умоля и вы. И здесь огромнейшая книга, ребята. Обалденно. На самом деле, здесь огромнейшее количество всякой информации на украинском книге. Хроничные захворивания, аллергии, здоровье, сон, развитие малыша, после купания. Слушайте, книга действительно, она как бы в формате блокнота, да? То есть, да, это такой блокнотик. Можно даже повырывать листы, может быть, куда-то приклеить. Слушайте, ну это смотрится действительно очень хорошо. Все ярко, все иллюстрировано. Есть всякие картиночки и так далее, и тому подобное. Так, и эта книжечка еще как бы одобрена Юнисеф, да? То есть, это значит что-то серьезное и не просто такая книжечка, которая кто-то там пришел и написал. Это, я думаю, что эта книжечка реально must have. Идем дальше. Здесь у нас памперсы, 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 пам... А, это влажные салфетки, влажные салфетки. Хаггис, хаггис пуре. Памперсы, 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 памперсы. И еще памперсы. Так, еще влажные салфетки, да? То есть, две пачки влажных салфеток. И памперсы. Сколько, сколько ребенок какает, ребята? Напишите в комментариях. Я еще пока не отец. Я еще точно пока не знаю. Слушайте, я смотрю, что они здесь... Да, они разных размеров. То есть, здесь 3-5 килограмм, 3-6 килограмм. Еще одна пачка 3-6. Так, я буду уже сюда сгружать, потому что места не хватит. Так, 3-6. 3-6 и 2,5. Короче, есть на разную весовую категорию. Слушайте, но это тема. Я, конечно, не знаю, хаггис экстра кейр. Это хорошее или нет. Могут мамы написать в комментариях. Но это хорошо, потому что будет сразу сходу, когда младенец родился, какие подгузники его паковать. Так, коробочка уже немного наклонилась. Давайте перетянем вещи поближе. Так, следующее, что я достал, это комбинезон детский 0-12. Я, кстати, читал в этом пакулке о том, что он как-то там регулируется. То есть, у нас, например, ребенок достаточно теплый. Теплое время года рождается, но он как-то регулируется. Его можно использовать с 0 до 12. Да, то есть, наверное, какие-то застежки. Наверное, какие-то штуковины есть, чтобы отрегулировать его размер. Я пока этого сходу, конечно, не замечаю. В принципе, не вижу. Кстати, смотрите, как хорошо раскрывается, чтобы можно было какашки повыгребать. Слушайте, предметов очень много. Нужно, наверное, ускоряться, сильно не останавливаться на конкретных. Короче, комбинезон 0-12, как заявлено. Но это нужно разобраться, как он здесь утягивается, затягивается. Кстати, насчет вот этих цветов, цветов всего. Он как бы унисекс этот бокс. Девочкам и мальчикам должен подходить. Ну, цвет, цвет серенький и серенький. Здесь ничего особенного, здесь все окей. Я согласен. Ни броска, ни ярко, лишнего ничего нет. Идем дальше. Здесь целый пакован разных, я так понимаю, пеленочек. Да, это, например, очень милое. Я считаю, что это очень хороший принт. Еще одна такая. Есть чуть-чуть подцветастие с единорожками. Да, тоже их две пеленочки. Еще пеленочка. И это вообще как водонепроницаемые две пеленочки. Да, водоотталкивающие. Есть две. Слушайте, я часть из этих вещей уже понапокуплял. Но думаю, что этого много не будет, наверное. И еще целая большая, 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 большая пеленочка. Можно будет ее... Ну, это точнее, наверное, не пеленочка. Это, скорее всего, простынь. Это, скорее всего, прям полноценная большая простынь. Потому что она просто огромная, ребята. Так, идем дальше. Здесь у нас, что это за штуковина? Колымок. Ага. Вот он, ребят, смотрите. Здесь нарисовано, что это за штука, да, как она используется. То есть это такой коврик, куда вы запускаете младенца. И в комплекте у него здесь всякие погремушки, тарахтелки. Я не буду, я не знаю, стоит ли его разворачивать, ребят. Я его назад потом, наверное, не соберу, если разверну. Хотя вроде бы нет. Вроде бы легко. Так, вот таким образом. Здесь какая-то нескользящая поверхность. Нарисована животинка всякая. А для него дуги, наверное, там где-то в коробке. Потому что дуги, наверное, достаточно много занимают места. Хорошо. Понятно. Это мы тоже, наверное, в сторонку. Потому что просто не влазит. Слушайте, получается действительно неплохое подспорье. Есть, да, две пачки вот таких вот палочек. Эти палочки с ограничителями, да. Чтобы ребенку сильно далеко в ухо не залазить. Туда, куда не нужно. Вообще, получается... Я еще полбокса, наверное, только открыл. Это действительно неплохое подспорье, да. То есть, ну, семьи бывают разные, друзья. Давайте так. Рожают детей не только в супер успешных и хороших семьях. А здесь получается, что любая мать, да, любой ребенок получит вот такой набор. Даже если ваша мама не особо внимательная, то есть, ей будет что на вас надеть. Это, ну, реально неплохо, я считаю. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Здесь всякие разные засобы для гигиены. Крем для подгузников. Пит-пит-пат подгузники. Крем под подгузники. Я бы даже знал, что такое существует. И крем под подгузники. Идем дальше. Здесь есть пинеточки. Шкарпетки детячие. Дитячие. Детские шкарпетки. Пинеточки есть. Есть ножнички с закругленными концами. Я тоже купил. Но я купил, честно, какие-то... Полина выбирала, точнее, японские какие-то там хорошие. Здесь достаточно простенькие. Но они есть. Так, достаем дальше. Здесь, во. Вот эту тему, кстати, я еще не купил. Это термометр для ванночки. Да, чтоб не локотком туда нырять. Как показывать, как нужно. А вот по-нормальному посмотреть. Термометр медицинский электрический. Кстати, я пирометр купил. Я на себе проверял. У него точность достаточно высокая. А здесь в комплекте вот такой. Не ртутный электронный термометр. Я знаю, что такие пирометры, они не очень хорошие. Но в целом вот я у себя замерял температуру. Я бы как 36,6. 36,4. То есть, если бы были явные какие-то отклонения в моей температуре, то он бы, наверное, показал. Вот такой, ребят. Вот такую штуковину я купил на Алиэкспрессе. Ссылку могу вам оставить под видео. Потому что он хорошо смотрится. Так, замеряем букреев. Что там? Ага, лейло, эло. Ага, ясно. Смотрите, 36,6. То есть, ну, вроде бы он достаточно точно показывает температуру. Мне нравится ему визуал. Это не строительный такой пирометр. Бесконтактный термометр. Хорошо, не пирометр. Еще один крем для подгузников. А вот они, кстати. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Змея. Это дуги. Это дуги для вот того игрового центра. Так, отлично. Здесь еще крем для загорения суски. Да, то есть, это для заживления сосков крем. Боже мой, это... Слушайте, я, наверное, в конце... Я не представляю, во-первых, как найти цены на все эти товары в интернете. Я, наверное, прямо каждый товар, как я обычно показываю, я не буду делать в конце. Да, мы с вами просто, я посчитаю и списком вам покажу все, что я нашел, потому что, ну, это какая-то будет жесть. Здесь, опять же, еще какие-то гигиенические приспособы. Их достаточно много. Щитка для волоса с гребенцем. Щетки для волос. Что, младенец с волосами? А, ну, бывает с волосами рождается. Какое-то маленькое полотенечко. Так вот, понимаете, это какое-то детское полотенце. Специальное назначение. Наверное, натирать, может быть, младенца, потому что оно такое из нежной, типа мочалочка. Мочалочка или что это? Рукавичка махровая для купания. Да, ребята, я угадал. Представьте. Я в таком даже не подумал бы, честно, что такое существует. Дальше. Здесь у нас шампунь-мыло для детей. И шампунь-мыло для детей. Две здоровенные пачки. И еще кусок мыла, может, для папы? Нет, блин, для детского белья. Гипоаллергенная. То есть, чтобы можно было еще подстырушки дома устроить. Нормально. О, боже, здесь еще целый пакован детской одежды. Я не буду его раскрывать, друзья, потому что, ну, я потом это назад не сложу. Здесь разного, получается, есть размера. 0,3 месяца, 3,6 месяцев, 6,12 месяцев шапочки, да? И, собственно, то же самое с бодиками. Бодики с долгими рукавами. Штаны-ползунки. Человечки. По две штуки каждого размера. А нет, 56-го 2, 62-го 3, 68-го 3, 74-го 3. Ну, вы поняли, здесь там раз, два, три, четыре, четыре, четырехразмерный комплект одежды, да? То есть, здесь действительно много. Цвет достаточно приятный такой, желтенький, слегка горчичный. Здесь какие-то котики, то есть, ну, действительно, это подойдет младенцу, я думаю, любому. Здесь не такое, что ультра-розовое или что-то там ультра-черное. Фух, ребятки, что здесь еще? Так, всякие тарахтелки, игрушки, кусалки, грызалки. Да, здесь и грызунки есть, и солнышки, пищалки, погремушки. Достаточно большой пакетик, ребят. Обзор на каждую штуковину я делать не буду, но вопрос с игрушками прям на первые два дня точно закрыть для ребенка. Идем дальше. Здесь у нас книжечка. Книжечка ковид и немовлята, да? То есть, ковид и младенец. Тоже, ЮНИСЕФ, смотрите, вот такая брошюрка, здесь написано, что делать, если чихает, что делать, если то, что делать, если это, и так далее, там вот. Но тоже, это хорошая, полезная информация для молодых родителей. Опа! Блин, я думал, это матрас, ребята, нет, здесь еще одеяло. Уже некуда мне это дома складывать, боже мой. Все, я уже таким образом. Все, и последнее. Внизу это матрасик. Матрасик, в принципе, это просто кусочек поролонки, да? То есть, это не матрасик какой-то для сна, это скорее какое-то временное решение положить младенца. Не, вы представляете, реально, младенца в этой коробке. Конченый шо ли? Вот здесь младенец будет. Обалдеть. Не, наверное, это в какой-то момент может пригодиться, если его нужно за собой как-то переносить по квартире. Коробка достаточно плотная, она выдержит его. Это крайне как забавно. Орать, я буду, я буду кричать, орать, то крышечку я прикрыл, и все, нормально. Я шучу, ребят, если что, я шучу. Так, ну что, друзья, мы открыли первый бокс, посмотрели его. У меня, в принципе, положительное, положительное впечатление. Не могу сказать, что здесь что-то супер лакшери, супер все качественное, но здесь очень много всего. Не многие родители вообще задумываются, что и то, и то, и то, и то, и то нужно. И поэтому это совсем неплохо, что дают как бы такой вроде бы сбалансированный набор. Вроде бы все действительно есть. Одежда есть, укрыть чем есть, покупать чем есть, намазать чем есть. Ах ты, градусник есть, книжка. Вот эта книжка, мне кажется, это очень классная штуковина. Честно, мне прям вот она реально впечатляет. Я вам прям еще раз покажу, да, вот таким образом. То есть она прям вот выглядит очень серьезненько. Так, я еще смотрел, что 80% того, что в этом боксе, оно произведено в Украине. То есть там только памперсы, да, у нас не производят. Потому что нет таких производств, которые будут соответствовать качеству, которое требуется, да, для этого бокса. И игрушки, да, игрушки вот эти всякие, наверное. Наверное, вот эти. Чайна, выготовленная инчайна. Такое ощущение, типа, бокс, если ты что-то забыл купить. Вот я ответственный родитель, вот термометры мы еще не купили. Палочек у меня еще таких нету. Ну, короче, есть тут все. И вот игрушки тоже мы немного купили, там буквально парочку. Ну, короче, я думаю, что многое из этого бокса пригодится. Давайте смотреть следующий. Московский сюрприз-бокс, который все-таки на закупочной цене дороже почти на 100 евро. Почти, ну на 80 там, да. Давайте смотреть его. Так, достаю следующий бокс. И вот еще о чем подумал. Фу, пока делал маленький перерыв о том, что в действительности у наших сограждан и в России, я думаю, в Украине, ну, не у всех с деньгами все хорошо. Я сказал, у многих не все хорошо с деньгами. И я думаю, что немногие бы покупали вот такой набор вещей. Ну, серьезно. Да, тут как бы тебе его дают. Ну, реально. То есть, а так бы человек бы думал, покупать, не покупать, дорого-недорого. Короче, московский бокс, наше сокровище, моя радость, мое золото. Моя радость, моя принцесса, мое солнышко. Наше сокровище. Ну, коробочка поменьше и чуть-чуть попроще выглядеть. Не такая забавно детская, как по мне. Инициатива Собянина, естественно, ребята. Я вам уже показывал, как в разных областях что-то выдают. И теперь давайте посмотрим на самый мажорный бокс. Московский, да. То есть, это самый, я думаю, богатый регион, наверное, в России. Так, что мы здесь видим? Вот это я понимаю. Вот мы заговорили про Россию, про зимушку, да. То есть, хотя у нас-то тоже морозики бывают. Если у нас там демисезонный комбинезончик, здесь прям на шерсти, на меху. Слушайте, ну он достаточно серьезный. Он прям реально зимний, теплый-теплый. Производитель Россия, да, Ульяновская область. Реально прямо такой человечек. Этот комбинезон настолько плотненький, что он сам может по себе практически стоять. Действительно, он мощнецкий. Прямо на зиму-зимушку. Окей. Идем дальше. Здесь мы получаем дышащие подгузники для нежной кожи малыша. Здесь какие-то японские символы. И мне, ребята, если честно, интересно, а кто производитель? Кто их производит? Так, производитель здесь Япония, да. То есть, я, кстати, знаю, что Муни, это хорошая японская фирма подгузников. Я взял пачку тоже попробовать. Я еще не знаю, что я там пойму. Кто там должно быть хорошее, что не хорошее. Здесь японские подгузники, японские. Ну, не знаю, друзья, как у людей, у меня Япония это ассоциируется, в принципе, как качество, да. То есть, Япония, все, что в Японии, то должно быть достаточно качественное. Пачка салфеток влажных, достаточно большая. Одна, одна. Все. Так, вот здесь, здесь, кстати, вот такой пирометр-термометр. Честно, он больше вот как строительный, да, вот я не думаю, что мой дороже, я не думаю, что мой дороже, вот серьезно. Но он выглядит бытовым, он нормально выглядит. Это все-таки такая штуковина, достаточно объемная, ребенок может испугаться, когда вы на него такую штуковину направите. Опять же, наверное, что мой пирометр, что это, ну, такое, да, вот быстренько понять, не горит ли ребенок совсем, да. То есть, не суперточная вещь, но в целом пригодится, бесконтактный термометр. Так, идем дальше, что у нас здесь. Рыжик боди, рыжик боди, рост 36, рост 40. И рыжик боди, рост 44. Раз, два, три. И с другой стороны комбинезон. Три комбинезона, три бодика. Так, по одежде, по одежде, по одежде, просто он там был огромный пакован, чтобы понять. По одежде, именно по бодикам, по шапочкам здесь все, да. То есть, здесь, ну, явно поменьше, чем в украинском, и производитель Россия, окей. Так, дальше, это уже тоже похоже на демисезонный какой-то костюмчик. Честно, во-первых, вы смотрите, вот здесь мишки, да, вот здесь мишки. А вот здесь, как короны. А, ну, может быть, это король, я уже хотел, как корон, это принцесса. Ладно, не буду уже, не буду уже приставать. Здесь тоже мишки, тоже зимисезонный комбинезончик, тоже произведен в России, сделанный в РФ. Хорошо, окей. Дальше, одеяло. Дальше у нас есть одеяло. Одеяло хлопковая байка, да. То есть, вот, я не знаю, мне почему-то все время кажется, что это здесь часть шерсти есть, да. Вот такое плетение хлопка, что кажется, что здесь есть часть шерсти. Хорошо. Есть. Одеяло есть, окей. Так, бутылочка Филлипс. Бутылочка Филлипс, ребята. Я не знал, что у Филлипс есть. И бутылочки, пластиковая бутылочка Филлипс. Так, набор средств гигиены. Здесь у нас детский гель для купания, детский шампунь, детская присыпка и крем детский. Всего по баночке. Производитель Израиль. Сделано в Израиле, окей. Тоже химия есть какая-то для ребенка. Так, идем дальше. Здесь всякие косметические штуковины. Есть тоже расческа, ребята, пожалуйста. Есть клеенка подкладная ПВХ. Ну, честно, ребята, это какой-то привет Советского Союза. Клеенка ПВХ. Ну, вот же здесь есть непромокаемые пеленки, да, вот до отталкивающейся. Ну, ну, клеенка ПВХ. Ну, это такое, честно, ребята. Это такое смотрится, как какая-то, знаете, скатерть старая ПВХшная, которую на даче, знаете, которой вообще не жалко. Еще одна такая клеенка ПВХ. Так, есть соска. Есть, это, наверное, грызунок такой, да. Прорезыватель с водой. И еще несколько прорезывателей, да. Ножнички с закругленными концами, ребята, пожалуйста. Чуть-чуть другие, нежели у нас. Тоже термометр для ванночки и просто типа спонжики, да. Ватные диски для детей. Чем интересно, ватные диски для детей отличаются от ватных дисков для взрослых. Вот это мне интересно. И одна пачка вот таких вот палочек с ограничителями, да. То есть вы поняли, здесь есть вот такие ограничители, чтобы далеко в ушко не залезть. Так, расческу я уже показывал. Так, полотенце махровое детское, честно. Обычное полотенце на ощупь, достаточно ярких, кричащих цветов. Просто детское с варежкой. Там тоже были с этой варежкой, но это типа такой угол на полотенце, чтобы на голову ребенку можно было одевать. Так, и собственно еще простыночки, да. Я так понимаю, что это, да, это всевозможные. Разные пеленочки, простыночки подложить куда-то. Раз, два, три, четыре штуки. Плюс-минус в одинаковой расцветке. Вот, кстати, даже вот эта, она такая, да, кажется, что водоотталкивающая. Да, водоотталкивающая. Более плотная. Кстати, дизайн, наверное, реально рисовали дети. Это даже забавно в какой-то степени. Выглядит как детские рисунки. Хотя достаточно пестрые. Я не очень люблю супер-супер пестрые детские там супер цветастые вещи. И здесь тоже матрас детский для пеленания, да. Пожалуйста. Все, кстати, все. Все. Кстати, все, ребят. Мне кажется, что украинский бокс был более крупный. Было явно больше подгузников. Была книжка, да, какая-то литература была. Было побольше одежды, было побольше пеленок. Так, может быть, тут типа израильская косметика и японские подгузники, да. Это складывает такую закупочную цену, я не знаю. Но в целом все как бы, да. То есть мы справились с вами гораздо быстрее. Смотрите, можете здесь тоже представить младенца, пожалуйста, в коробке. Вот. Кстати, на сайте, на российском, почему-то очень много фотографий именно где младенец в коробке. То есть это прямо показывает как очень-очень-очень важный аспект использования. Данного картонного изделия. Но, например, в украинском нету суперутепленного, да, комбинезона, как в России. Но, опять же, ну он поменьше. Ребят, он явно поменьше. Вы это видели своими глазами. Сейчас я буду отправляться в интернет, да, на поиски всех этих товаров в интернете. Я не знаю, чего мне это будет стоить. Это будет очень сложно. Поэтому, ребят, поддержите лайком. Мы узнаем, сколько вот такой российский бокс и сколько украинский бокс стоил бы, если бы мы сами все лично покупали в розницу. Но вообще, кстати, украинский бокс, да, можно получить деньгами. Но там все не так просто. Во-первых, эти деньги нужно будет тратить только в определенных магазинах, на определенную категорию товаров. То есть, если вы неблагополучная мать-алкоголычка, водку на эти деньги не получится купить у вас. Не нужно рассчитывать. Но, опять, это такая тема, что там нужно будет идти в совбез, ждать пару месяцев, пока эти деньги начислят, потом выискивать эти сайты. Я вот, когда случайно лазил на розетке, я иногда видел, да, что это за эти, ну, типа за детские деньги можно этот купить товар, да. Типа за пакунок малюка там. Ну, типа, соответственно, что где гроши за пакунку малюка можно потратить на этот товар. То есть, нервов нужно будет потратить гораздо больше, меня поймут все, кто был в совбезе в последнее время, уже в совбез. Это вещь такая серьезная. И еще тезис, да, что выплаты, да, которые государство дает за ребенка, да, как у нас принято говорить, не отменяет, да. То есть, ты бокс получил, выплаты ты получаешь вообще отдельно, как бы. Все, друзья, отправляясь в интернет на поиски всех этих товаров для покупки в розницу. Ждите меня скоро, прямо сейчас. Фух, ребятки, ну что, я вернулся. Знаете, обычно во всех роликах про все сюрприз-боксы я говорю, ну, это было недолго. Я быстренько нашел цены на все товары в интернете. Сейчас мы узнаем, сколько нам же это обошлось боксы на самом деле, там, обманывают ли нас сервисы сюрприз-боксов. Но не в этот раз. В этот раз Букрей взял лошу не по себе. Ну, реально, это сделать практически, наверное, невозможно. Возможно, но это будет слишком примерно. Сейчас я вам расскажу, почему. Вот смотрите, например, сейчас увидите список товаров, которые мне удалось найти. Некоторые товары, допустим, аналоги. То есть матрас, одеяло, это не такой же прям, но что-то похожее. Гребешок, термометр, это все уже мне удалось найти. С памперсами там тоже были непонятки, ну, плюс-минус удавалось мне найти. Ну, короче. В общем, без текстиля украинский бокс. Я сейчас говорю для начала про украинский бокс, который, цена закупочная в государстве, 180 евро. Так вот, без текстиля, без текстиля, без, вот, например, вот этого пакована одежды, без всех полотенец, без всех простыночек, без всех одеялок, без демисезон... А, не, демисезонный я здесь нашел, добавил демисезонный одежду, комбинезончик. Это все у меня получилось 115 евро. Понимаете? Почему мне очень сложно, невозможно практически найти вот такой текстиль? Потому что, допустим, здесь написано, производитель, да, ТОВ ТК Профитекс. Это просто завод, да, то есть, и скорее всего, это прямая договоренность для покупки малюка. Они все это, естественно, делают в больших количествах. Найти что-то плюс-минус примерно такое, но это будет, как бы, не совсем честно, как мне кажется. Я вам просто сейчас объясню, вот в чем прикол. Здесь, посмотрите, просто бодик с коротким рукавом и бодик с длинным рукавом разных размеров. А чем больше размер, тем оно чуть-чуть дороже стоит. Так, здесь 11 штук, плюс 9, 22 бодика. Здесь 22 бодика, еще есть человечков много. 22 бодика. Мы бодики с Полиной покупали под 200 гривен. Если я 22 умножу на 200, то у меня 4400 гривен получится. Это 134 евро, да, то есть, это только бодики. Я даже не говорю про весь этот пакет. То есть, здесь это явно подешевле. Я не говорю, что здесь это шикарного какого-то качества. Но вот определить именно какого качества, потому что они от 40 гривен начинаются. От 40 гривен этот бодик в интернете и там до 500. Вот как, как вот это оценить, это просто невозможно. Но в итоге, по украинскому боксу, честно, мой вердикт, понимаете, мое субъективное мнение. 115 евро у нас без одежды текстиля получилось. Явно вы подобное плюс-минус вряд ли, мне кажется, купите за эти деньги. Ну, честно, вы просто за доставку столько бабла заплатите, когда будете это все в разных местах покупать. В действительности, такой набор за эти деньги, за деньги, сколько этот бокс обходится государству, вы не купите. Плюс, например, вот эту книжечку, да, классную, действительно классная книжечка. Я вам ее показывал, и я ее тоже вообще не нашел. Я даже примерно не нашел, как ее оценить. Это невозможно. Но мне кажется, что здесь бокс явно оправдывает свою стоимость. Так, друзья, что касается российского бокса, у него закупочная цена выше, по моей информации. То есть она там 260 евро. И честно, как бы вот, я не стал уже выискивать эти товары, потому что существенно ситуация там не меняется. Там такая же ситуация. Там то же самое, что с украинским, то есть это какие-то госзаказы. Заходишь на странички этих производителей, там только артикулы, там нет ни цены, ничего, это действительно сложно найти. Но чисто по моим ощущениям, ну, он реально меньше. Банально он меньше. Окей, может быть, там покруче чуть-чуть косметика израильская. Там покруче памперсы, они японские, я так думаю, да. Непростой хагис. Но этого явно намного меньше. Но опять же, в России, в Москве и цены могут быть на это все добро повыше. Поэтому мне очень интересно на самом деле узнать ваше мнение. Стоит ли российский бокс своих денег? То есть получается у нас, ребята, то есть 260 евро это 23 тысячи российских рублей. Вот люди, которые живут в России. Скажите, это нормальный набор за эти деньги или нет? Потому что в Украине, по моим ощущениям, это действительно норм вышло. Здесь же есть вопросы, как-то маловато. Вот серьезно. А с учетом того, что в других регионах, не в Москве, ну, я даже не знаю. Я не знаю, меняется ли закупочная цена в других регионах бокса. Наверное, меняется. Он хороший, там есть хорошие вещи. Там теплый комбез есть, да. И все такое, но он меньше. Он реально просто банально меньше, там меньше всего. Вот, это, в принципе, мое мнение. Ваше мнение я хочу, конечно же, ребяточки, друзья. Хочу увидеть его в комментариях к этому видео. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Я очень надеюсь на вашу поддержку в виде лайков. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видосы. Буду стараться для вас доставать интересные, классные боксы, чтобы их проверять. Спасибо вам за все. С вами был Букреев. До новых встреч. Всем, ребятки, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова